Слайдшоу с помощью YouTube Слайдшоу с помощью YouTube При этом сразу открывается окно, где можно выбрать нужные картинки. Они могут быть загружены как из ваших альбомов, включая Google+, так и добавлены с локального компьютера. Я выбираю заранее подготовленные картинки. После загрузки открывается простой редактор, где можно изменить длительность показа каждой из картинок, поменять эффект слайдов и переходов. Также можно добавить фоновую музыку, выбрав ее из списка. В большинстве случаев такого функционала может быть достаточно, тогда нажав на кнопку «Загрузить» вы получите готовый видеоролик. Если же нужны более тонкие настройки, можно перейти в расширенный редактор. Здесь открывается полноценный редактор слайдшоу, который позволяет сделать с ним практически что угодно. Можно менять местами снимки, добавлять и удалять переходы, регулировать продолжительность каждого из них, вставить субтитры и текстовые надписи. Все изменения сразу же отображаются в окне слайдшоу. При наведении мышки на каждое фото появляется синенькая иконка волшебной палочки. Нажав на нее, мы открываем дополнительную панель эффектов. Переходя во вкладку «Текст», я добавлю несколько слов на каждый слайд, при этом подберу наиболее оптимальный размер и шрифт. Также можно поменять высоту затемнения области и прозрачность. Проделываю то же самое с другими слайдами. Осталось добавить фоновую музыку. Можно поискать по названию или по жанрам музыки. Выбранный трек просто перетаскивается в соответствующую область на таймлайн. К сожалению, свои звуковые дорожки в редактор загружать нельзя. Теперь в начале и конце своего слайдшоу я добавлю название и ссылку на источник картинок. Для этого нужно перейти в раздел «Текст» и добавить тот тип, который больше подходит, при этом выбрав параметры текста, шрифт, размер и т.д. Когда работа над слайдшоу закончена, я нажимаю на кнопку «Опубликовать» и у меня появляется видео. Требуется некоторое время для обработки, после чего видеоролик готов. В целом редактор слайдшоу, встроенный в YouTube, хотя может и уступает профессиональным решениям, но по простоте, бесплатности и доступности явно их превосходит. Он всегда под рукой, всегда готов обработать ваши снимки и разместить результат на самом популярном в мире видеохостинге. Субтитры создавал DimaTorzok